Всем большой привет! Вы на канале Маникюр Тема и сегодня у нас видео про фрезы. Сегодня хочу поговорить с вами про фрезы для маникюра, а также про фрезы для снятия. И уже это не первое видео на моем канале, но сегодня хочу выделить именно тему о том, как ухаживать за фрезами. Сейчас интернет полностью пестрит всякими классными, крутыми фотографиями с маникюром, чистым, вылизанным маникюром, чистой, вылизанной кутикулой, идеально зашлифованной. И это наша современность. И сегодня трудно представить очень крутой такой маникюр без фрезы. Сегодня уже больше классика уходит на второй план. Лидирует комби маникюр, аппаратный маникюр, а также шлифовка с помощью фрез. И вот сегодня мы поговорим о некоторых правилах, о том, как ухаживать за этими фрезами, чтобы было комфортно работать и мастеру, и аппарату мастера. Казалось, вроде бы что такого сложного. Пошел в магазин, выбрал фрезу согласно нужной тебе насечки красной, синей, зеленой и работой этой фрезой, как обычным инструментом. Но нет, есть некоторые правила и их желательно соблюдать. Так у вас будет получаться классный чистый маникюр и ваш аппарат будет служить вам долго. Частично также в этом видео будут рассмотрены варианты, почему не получается маникюр чистым с помощью фрез. И вот в данный момент я кручу вот несколько фрез с самого начала видео. Это фрезы уже забитые, которые вместе с вами я хочу сегодня почистить. Да, вам не послышалось, фрезы нужно чистить, не просто их дезинфицировать и стерилизовать, а еще и чистить. Посмотрите, какое большое количество напыления вот этой фрезы с синей насечкой. Носик полностью забитый птеригием, либо остатками лака, в общем, какими-то пылинками, просто набитым, натоптанным капитально в эту фрезу. Я специально взяла для этой съемки макролинзу, чтобы можно было хорошо рассмотреть, насколько плотно въедается туда пыль. И это одна из причин, почему у вас не получается сделать чистый маникюр, вычистить хорошо все под кутикулой. И, естественно, это будет причина отслойки, и, естественно, это будет причина неровного прокрашивания возле кутикулы. Вот еще одна крошка фреза, которой я работаю с красной насечкой. Она такая маленькая, и здесь полностью забита она не только на носику, но и на пузику, так как я этой фрезой, этим пузиком еще шлифую кутикулу. Вот на ней прекрасно видно, носик забит, это была чистка под кутикулой, а сверху она дальше забита по пузику, это потому что выполнялась шлифовка среза кутикулы. Самое первое, что нужно сделать с такими фрезами, это почистить, и они прекрасно у вас заново будут работать. И еще, если у вас фреза уже стертая, то чистка фрезы вам не поможет, вам придется заменить фрезу. Но это уже несколько другой вопрос. Итак, давайте остановимся на чистке фрез, которые нужно почистить. Первый важный пункт, это то, что у вас всегда под рукой должна быть чистая рабочая фреза. То есть, та фреза, которой вы собираетесь работать, она должна быть обязательно дезинфицирована, очищена и простерилизована. Обязательно. Это касается как и алмазных фрез, так вот таких шлифовщиков для кутикулы и фрез для снятия гирлака. Единственное отличие то, что мы керамику и металлические фрезы можем стерилизовать в сухожаре, а вот такие шлифовщики только можем сделать холодной стерилизацией. Итак, мы уже с вами разобрались о том, что забитые фрезы могут быть причиной от слоек, а также причиной плохой прокраски возле кутикулы гирлака. Также забитые фрезы могут быть причиной выхода из строя вашего аппарата. И как же этого избежать и что нужно делать? Как я и сказала, в первую очередь это дезинфекция, чистка и стерилизация. Итак, давайте начнем. В первую очередь достаем фрезу, забитую с нашего аппарата и помещаем ее в контейнер с жидкостью для дезинфекции инструментов. Жидкости сейчас очень много у нас представлено в магазинах, в интернет-магазинах. Это готовые у нас есть растворы и жидкости, которые нужно разводить. Помещаем в контейнер наши фрезы и выдерживаем необходимое время согласно инструкции вашего дезинфектора. Инструкции можно скачать в интернете на любой дезинфектор. Дальше после того, как пройдет необходимое нам время для дезинфекции, тогда достаем наши фрезы и помещаем уже в отдельный контейнер, в который заливаем вот такую специальную жидкость. Это жидкость, которая помогает нам лучше и тщательнее вычистить наши фрезы. Принцип работы этой жидкости это то, что вот эта жидкость, она растворяет мелкую пыль, вот эту набившуюся, и эта пыль отходит от нашего напыления, от нашей фрезы. Я пользуюсь вот такой вот жидкостью. Здесь согласно инструкции нужно подержать 10-15 минут и она используется несколько раз. После того, как жидкость станет прозрачной, а не вот такой голубенькой, тогда нужно ее уже будет заменить. Скажу вам сразу, прекрасно справляется эта жидкость своей работой. Стоит совсем недорого и проникает очень глубоко, что позволяет вычистить даже в самых микроскопических напылениях, на фрезе вычистить всю пыль. Также точно берем отдельный контейнер. Я взяла вот такой вот небольшой и туда помещаем наши фрезы. Помещаю эти фрезы на дно самой баночки, чтобы они у нас разложились ровненько, так как жидкость у нас многоразовая, мы можем ее немного сэкономить. И складываем вот так вот ровненько и заливаем этой жидкостью. Заливаем ровно столько, чтобы у нас она покрыла эта жидкость самей фрезы. Все, больше нам не нужно. Оставляем на 10-15 минут и периодически можно еще встряхивать вот этот контейнер, чтобы уже размокшие наши пылинки, вот эти набитые, отпадали и жидкость быстрее дальше проникала. Это первый вариант. И есть еще второй вариант. Если у вас есть ультразвуковая мойка, то она вам значительно облегчит работу. И сразу сделать два в одном. Залить в ультразвуковую мойку жидкость для дезинфекции, поместить туда фрезы и остальные инструменты, накожницы и ножницы, и включить ультразвуковую мойку. И таким образом вы с помощью ультразвука почистите ваши фрезы и остальные инструменты и в то же время продезинфицируете их. Дальше следующим этапом после вот этой жидкости нам необходимо промыть фрезы под проточной водой и можно приступать к стерилизации. Также это относится к ультразвуковой мойке. Промываем наши фрезы под проточной водой и можно приступать к стерилизации, если вы будете делать холодную стерилизацию. Берем стеклянную либо металлическую емкость, разводим жидкость согласно инструкции в пропорциях для стерилизации и помещаем туда фрезы на необходимое время для стерилизации. Если вы будете отправлять ваши фрезы в сухожар, то после мойки в проточной воде фрез нужно просушить их хорошенечко. Это обязательный пункт. Фрезы не будут набирать налет во время стерилизации на металл. Если поместить мокрые фрезы в сухожар, то у них будут некрасивые пятна из-за того, что будет пар и будет влага. Поэтому их нужно высушить перед тем, как помещать в сухожар. Если вы делали способ с холодной стерилизацией без сухожара, то тогда фрезы перед использованием также обязательно нужно высушить. Это один из важных пунктов по поводу ухода за фрезами. По поводу аппарата, если туда невысушенную фрезу поместить, то очень быстро налипает туда пыль, и она берется кусками в хаотичном порядке. Из-за этого получается у нас дисбаланс в нашем аппарате, и он быстрее выходит из строя. Это также прекрасно ощущается в работе. Фреза идет не так плавно и начинает бить по ногтях. Это уже проверено. Что касается жидкости для дезинфекции и стерилизации, можно использовать, например, вот таких вот два, Деланол и Сурфаниоз. Я использую и тот, и тот. Единственное отличие – это тот, что Сурфаниоз, он рабочий раствор, у нас действует неделю, а Деланол работает две недели. Подробно можно скачать еще инструкцию, и тот, и тот препарат подходит для дезинфекции и стерилизации инструментов. Также можно делать дезинфекцию, разводить в необходимом количестве и делать дезинфекцию поверхности. Причем, хочу заметить, это гораздо экономнее, чем покупать в бутылочке уже готовый раствор для дезинфекции поверхностей. Использование довольно-таки простое. Нужно соблюдать инструкцию. В контейнер нужно нам налить водички. Используем вот такой мерный стаканчик и наливаем необходимое количество воды. Дальше с помощью обычного шприца отмеряем необходимое количество жидкости для дезинфекции и выливаем ее в водичку. Воду советую не брать из-под крана, а нужно брать очищенную, профильтрованную воду. Это поможет вам избежать ржавчины на инструментах. Очищенные, простерилизованные фрезы необходимо хранить либо в крафт-пакете, либо в отдельной какой-то емкости. Желательно с крышкой, чтобы можно было закрыть и на них, чтобы не попадал какой-то мусор и остальная пыль, которая летит всегда у мастера на столе. Итак, делаем выводы. В работе нужно использовать всегда чистые, очищенные, продезинфицированные и простерилизованные фрезы. Таким образом, вы получите чистый и идеальный маникюр. Вы хорошо и быстро выполните его. Отлично будет выпиливаться в теригий и быстро будет срезаться кутикула. Это залог идеального маникюра. Неважно, с какой насечкой ваша фреза, синяя, зеленая либо красная, она должна обязательно перед каждым маникюром быть очищена. Вся пыль, которая там налипает, она не дает работать вам качественно и тщательно все вычищать под кутикулой и также не даст вам сделать идеальный срез. Что касается фрез для снятия гель-лака, все аналогично алмазным фрезам. О керамических фрезах. Такие фрезы нельзя никогда ронять на пол и вообще никуда ими не бить, не стучать, потому что такие фрезы могут треснуть. Также это касается и алмазных фрез, может отлететь напыление, но это уже, конечно, из области фантастики. Но, в принципе, все возможно, а вот по поводу керамики, то их ронять вообще нельзя. Ну и, пожалуй, на этом сегодня у меня все. Если информация была полезной, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч!